Зюль Верн Вокруг света за 80 дней Всех газет королевства Была, разумеется, кража в банке Которая случилась 3 дня назад Пачка банкнот на общую сумму 55 тысяч фунтов стерлингов Была похищена с конторки в банке Англии Я утверждаю, что все шансы на стороне вора Это, без сомнения, ловкий, малый Но где ему укрыться? А? Куда, по-вашему, он может поехать? Не знаю, но, без сомнения, существует немало места во всем мире Где бы он смог осесть Существовало Снимите, будьте любезны, колоду Мистер Флениген Существовало? Что вы под этим подразумеваете? Или земля ненароком уменьшилась? Разумеется Я полностью согласен с мистером Фогом Земля уменьшилась, и это подтверждается тем, что теперь ее можно объехать в 10 раз быстрее, чем 100 лет назад А это в данном случае ускорит поиски И облегчит бегство вору Ваш ход, мистер Стюарт Действительно, господа Стало возможным объехать весь мир именно в эти сроки Вот расчет, составленный Морнинг Кроникл Да, 80 дней Хотел бы я посмотреть, как это у вас получится Это зависит от вас Поедем вместе Сохрани меня, Нева Но бьюсь об заклад на 4000 фунтов Что такое путешествие за такое время невозможно Напротив, вполне возможно Он это не всерьез Когда я держу пари, то всегда всерьез Идет У меня на счету в банке братьев Беринг имеется сумма в 20 тысяч фунтов стерлингов И я охотно ею рискну 20 тысяч фунтов? В конце концов, это просто шутка Настоящий англичанин никогда не шутит, когда дело идет о столь серьезной вещи, как пари Бьюсь об заклад Или 20 тысяч фунтов Что объеду земной шар за 80 дней, а то и меньше Принимайте пари? Да! В 25 минут восьмого Филиас Фок покинул реформаторский клуб Паспарту! Да, месье, сэр Через 10 минут мы уезжаем в Дувр, а затем в Кале А месье собирается уехать из дома? Да, мы отправляемся в кругосветное путешествие Кругосветное путешествие? Мы должны обернуться за 80 дней, поэтому нам нельзя терять ни минуты А как же багаж? Никакого багажа Только саквояж с двумя шерстяными рубашками и тремя парами носков То же самое для вас Остальное, если будет нужно, купим по пути Ступайте В 8 часов паспарту, держа в руках саквояж, вновь присоединился к своему господину Сам Фок был уже готов Он взял саквояж, открыл его и вложил туда объемную пачку хрустящих банкнот Возьмите его и не выпускайте из рук В нем 20 тысяч фунтов Саквояж чуть было не выскользнул из рук паспарту Как будто находившиеся там 20 тысяч фунтов были в золотых свитках Господин и слуга вышли из дому В 20 минут 9-го Кэп высадил их перед воротами вокзала Чарлен Кросс Филиас Фок приказал паспарту взять два билета первого класса до Парижа В 8.45 раздался свисток и поезд тронулся Паспарту прижимал к себе саквояж Внезапно он испустил вопль отчаяния О боже Что случилось? Я забыл отключить газовую горелку в своей комнате Очень хорошо Она будет гореть все 80 дней за ваш счет